Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Альбертович сказал, что он хочет с вами Я даже не помню такого Вы мне звонили в 10 утра, это нельзя мне задавать вопросы в 10 утра, Таня Все, поздно, поздно Я даже не помню этого Нет, то, что вы в 10 утра звонили, я с трудом вспоминаю Вы меня разбудили Но извините, я сама только что проснулась в этот момент Сегодня у нас собрались, я считаю, два самых романтичных коллектива нашего дворца Клуб водного спорта, водного туризма «Азимут» И клуб самодеятельной песни «Надежда» И я бы хотела сегодня начать с такой темы Я хотела бы говорить про такую вещь, как энтузиазм Потому что мне кажется, что и в вашем деле, и в вашем деле, особенно в момент, когда коллективы организовывались, было это довольно-таки давно У вас 35, по-моему, 36 лет коллектива, да? В общем-то мы тоже Мы сюда подсоединились Нет, я имею в виду Да, дворца-то не было Нет, дворец, дворца не было И был дворец, который был на Семеновской Но мы все равно начинали как клуб по месту жительства У нас с этого началось и название, и вот это все началось как клуб по месту жительства И лет 5-6 мы в основном имели отношение к клубу по месту жительства А потом уже мы подсоединились А вот как вы думаете, проще вот тогда было организовать новый какой-то коллектив, вот клуб, как вы говорите, по месту жительства Или сейчас это проще делать? Тогда проблем не было Вообще никак Ну то есть просто Захотел, сделал То есть, ну все равно, что надо прийти, наверное, в этот клуб и сказать, мы хотим Нет, клуба не было Нет, не заниматься Организовать, организовать формально Создать клуб с нуля Проще было в те времена Сейчас это сложнее Конечно И ничем никто не занимался Вот и раньше, ну как, пришел в школу Вот, показал там пару слайдов или фильмов там каких-то И народ сразу гвалит кучей Мы же так случайно образовались Просто мы были как часть большого детского коллектива Который создал вот Очень хороший человек Такой Антон Левран Шберштейн И вот, и как часть этого детского коллектива Там занимались все разными вещами Кто-то занимался самбо, кто-то занимался, ребята занимались футболом Мотосекция была Был кружок кройки шитья Театральная студия была И клуб назывался «Радуга» В том числе, вот он пригласил всех своих знакомых Которые занимались какой-то предметной деятельностью И на базе этой любой предметной деятельности Была какая-то общая педагогическая программа Ну вот мы так, собственно С этого начинали А вы с самого начала, да? Ну, практически Ну, не совсем Ну, практически, да То есть началось где-то в феврале месяца Вот, 36 лет назад И начинал это мой ученик Вот А потом он летом женился и сказал, что он больше не хочет И пришлось, все, что он там начал Пришлось через полгода продолжать мне уже Вот с самого первого замеса Вот это у вас Илья Вячеслава А, первый ученик Который с февраля Да, с февраля Он, собственно, один единственный остался А это начиналось на, как-то, как На общественных началах или это Нет, ну, это был Ну, был кружок при Ну, прижить По месту жительства Ну, ну, не на общественном начале Но какие-то там копейки наплатили Вот, как совместителям Ну, и, собственно Ну, вряд ли вы, наверное, как бы ради этих копеек Ну, конечно Наверное, это была такая высокая идея Я думаю, вряд ли та зарплата Копейки, а нет, совершенно были не при чем Абсолютно А почему-то хотелось Вот Не, не хотелось Попросили А не хотелось Я не знала, что я мляплась Я занимался со взрослыми Я всегда хоризмом Я занимался со взрослыми Я был мастер спорта У меня была своя взрослая группа Я с ними ходил Нормально Вот когда меня мой товарищ попросил Я подумал, я же никогда с детьми не занимался Чего-чего Я говорю, тебе объясню, что надо делать Вот я начал заниматься А потом, когда он на это дело бросился Я уже привык О том, какой у нас был первый поход Наш детский Я к детям Подходил мерками взрослых Мы их тренировали как взрослых И мы ходили в поход Который я сейчас Близко не подключу ни одного новичка Вот как я сейчас Как я руководитель уже Городского какого-то этого Я никого тут в такой маршрут не пущу А тогда я спокойно пошел В 1990 году В прошлом веке В прошлом веке, да Вернувшись из рядов в советской армии Я совершенно случайно Я думал, что совершенно случайно Но потом я узнал, что это все было подстроено Моим любимым Фимаришем Штейбергом Действительно было подстроено Я попал в работу в школу В школу, директором которой тогда был Сергей Владимирович Горбун Который впоследствии был начальником управления образования Нашего округа, а сейчас он заместитель профсоюзной организации Заместитель директора профсоюзов Москвы Работников образования И в этой школе на тот момент Работал Михаил Геннадьевич Зиницын Который сейчас работает у нас во дворце И Миша тогда у него был большой детский коллектив А моя задача была Заняться объединением Вот было несколько детских таких Кружков, секций Моя задача была заняться объединением Во что-то вот единое Сплачивать все эти коллективы Я тогда с Мишкой стал ходить вместе в горы, в походы Вот И соответственно Гитара, песня от этого никуда не деться И ребята меня стали просить учить их Этому самому Вот Так получилось, что В 92-м году я был вынужден уволиться из школы Потому что поступил на дневное отделение И требование было там неважно И я был вынужден уволиться из школы И тогда я просто оставил какие-то часы На базе этой школы Как совместитель И вот таким вот образом ко мне пришли ребята И образовался клуб самодеятельной песни «Надежда» Это было на базе школы номер 372 в 1992 году Вот Потом уже на Семеновскую я пришел под крылок Кефе Борисовича И стал заниматься с ребятами Из разновозрастного отряда «Надежда» И потом потихонечку разрастались, разрастались И в результате появился отдельный коллектив Клуб самодеятельной песни «Надежда» Вот Расскажите, к вам идут часто учиться играть на гитаре Ну то есть вот они идут не в КСП Так и есть Надежда А идут учиться играть на гитаре А как часто люди обманываются в ожиданиях А как часто наоборот для них оказывается Что они хотели одного А то, что получили гораздо для них интереснее Ну я не думаю, что там есть понятия Обманываются Просто вы понимаете Для того, чтобы на начальном этапе чему-то научиться Надо прикладывать усилия Грубо говоря, если Опять же, я не знаю, почему я сравниваю с бассейном Можно сразу просто увижу Александра Сергеевича Ну просто если ребенок занимается в бассейне Он приходит два раза в неделю, да, к Саше в бассейн плавать И этого достаточно Дома он не плавает Дома он не плавает, конечно А тут в любом случае Понятно, что КСП «Надежда» это больше, чем игра на гитаре Понятно, что гитара это средство, а не цель Но в любом случае Для того, чтобы научиться играть на музыкальном инструменте Хотя бы пять аккордов, чтобы исполнять там того же Как у Джавы, я прошу прощения Все равно для этого на начальном этапе, конечно, надо прикладывать усилия И для этого нужно время, чтобы заниматься дома Не все владеют на начальном этапе этим временем И поэтому, мне кажется, что если происходит отсев Да, отсев происходит из-за этого Многие считают, что... Прошли получают, но санятия хорошая Но не из-за разности интересов Не, хорошо бы, чтобы само научилось Но не получает Пальчики болят там Но опять же, при этом хочу заметить, что понятно, что у меня же нет Отбора по музыкальным данным детей И если я провожу какое-то собеседование в начале учебного года Мне просто интересно, насколько нам будет контактно с этим ребенком взаимодействовать дальше Мне интересно, что интересно ребенку И я рассказываю, что интересно мне Чтобы вот... Я когда прошу что-то спеть И если мне был очень прекрасный пример Когда мне ребенок спел так фальшивно Он пел Высоцком Ну, конечно, это наш ребенок Конечно, мы с ним найдем общий язык При всем при том, несмотря на то, что очень многие воспитанники КСП «Надежда» Становятся лауреатами всяких там различных фестивалей Как правило, такими неформальными лидерами клуба становятся те Кто никогда в жизни на сцену не выходил Ну, потому что помимо сцены есть еще целая жизнь Которую ребят проживают в этом коллективе Я всегда говорил Если вам интересно то, что интересно мне И то, что интересно в этом коллективе Вы теперь это знаете Welcome Пожалуйста, вы этого не знали Но если вам это интересно, конечно, приходите Если тебе интересен только панк-рок и больше ничего другого Навряд ли тогда мы сможем найти общий язык Но если помимо панк-рока Тебе еще интересна вот эта вот жизнь Пожалуйста Можно тогда сразу Развивая тему Конечно Вот смотрите У вас называется коллектив «Клуб самодеятельной песни» А в фестивале это называется конкурс Ну, там, по-моему, фестиваль авторской песни Еще есть такое понятие «бардовская песня» Вот с терминологией как разобраться? А, значит, мой уважаемый коллега Мой уважаемый коллега Александр Николаевич Костромин Вместе с которым я уже на протяжении 16 лет веду в Москве вечера Который называется «Спами вместе» Начинает эти вечера так Уважаемые любители этого странного жанра Которого как только не называли И авторская песня, и бардовская песня И самодеятельная песня, и туристская песня Но в любом случае это та песня, которая нас всех объединяет Ну, а как вы определяете, какая песня объединит? Вы сами выбираете эту песню? Ну, вот вы определяете, как в песню достойно попасть или нет? Это может быть любая песня? Конечно, песня нет Стоп, есть два критерия Песня хорошая и песня плохая Не нет других определений А если для вас эта песня хорошая, а для меня, например, плохая Как мы с вами разойдемся? То есть это, в принципе, все определяется вашим личным вкусом? Нет, нет Это определяется не только моим вкусом Это еще определяется вкусом тех людей Которых я считаю интеллигентными, культурными, достойными И тогда образованными и так далее И тому подобное Ну, то есть, в принципе... Можно я скажу про вас? Да Нет, все, что касается определения Вы знаете, я уже давно очень аккуратно отношусь к этому Если вам нравится то, что мне не близко Это не значит, что это плохо Нет, я не это имела в виду Понятно, что вкусы у всех разные Но вот как понять, что это попадает вот в категорию того... Поэтическая составляющая Смысловая составляющая и так далее Но в Панк-Роке тоже может быть поэтическая составляющая Нет, нет, нет Хорошо, ладно Нет, это не... Это текст, это не поэзия Все-таки мы не будем сейчас, наверное, обсуждать, что есть поэзия Очень неплохие тексты И очень музык... Нет, она очень музыкальная Но в ваш взгляд не поэзия? Нет, конечно Нет, это не поэзия Это очень добротные тексты Есть замечательный такой композитор и автор Михаил Кочетков Который называет наш жанр, можно определить такой фразой Поэтом можешь ты не быть, а композитором не можешь Понятно Ну да, я почему так подробно вас... Опять же, а самодеятельная песня, потому что это аббревиатура историческая КСП это историческая аббревиатура того, чем мы занимаемся Это не принципиально, авторская, это все сено В разное время это все называлось по-разному Раньше это самодеятельно, потому что в отличие от профессиональной Как возник вот это Да Вот я просто гораздо раньше к этому имел отношение Там ходил на все эти дела Еще до того, как Дмитрий Альбертович этим занялся Это изначально было... Когда я не родился, в Леснобранске проходил Можно спросить, когда вы родились? В 70-м году В 70-м году В 76-м году Как вы говорите, что самодеятельная, профессиональная, иногда этот момент связывают с образованием вот если такая такое дипломе такая надпись руководитель коллектива туристического коллектива или такой нет и это вы приходите из других нет конечно профессий а потом просто нет ну чуть-чуть электронное машиностроение извините за выражение ну то есть у вас на другие профессии но это было хобби когда-то мы занимались этим ход со взрослыми но у меня одна из специальности все-таки социальный педагог вообще тоже наверное нет такой профессии руководитель коллектива самодеятельной песни это было очень занятной на самом деле был действительно вот начальна начальна спрашивали зачем вы тогда работаете вам платит поход по я зачем вы тогда работаете вот это постоянный вопрос зачем я работаю знаете когда висбург глупые вопросы чем зачем ты идешь в горе я не знаю такие вопросы дают зачем ты работаешь вот ведь там свое время в свое время в начале девяностых тогда как раз у меня родился второй ребенок было очень тяжело материально тогда опять же энтузиазма было много и тогда супруга моя сказала что давай думать там ты мало зарабатываешь надо что-то делать на что я сказал ну подожди ты же не можешь мне перекрыть кислород вот надо это перетерпеть это как это это воздух я этим душу это это образ жизни это жизнь это я в чем делал я в этом смысле абсолютно счастливый человек я не хожу на работу это 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 моя жизнь вот как там выезды которые у нас есть и слеты эти занятия общение это мой образ жизни я абсолютно счастливый человек вот я прихожу в наш дворец творчества не на работу это мои коллеги это слава богу мои друзья там опять же вот александр сергеевич передо мной стоит я его знаю вот там с раннего с раннего его детства ну и так далее и тому подобное у меня не так смысле вот но я хожу действительно не на работу для меня это вся жизнь про энтузиазм и немножко поговорили другое слово на букву и экстрим а вы очень часто бываете на выездах вот я всегда когда вижу вот таких людей которые готовы этим заниматься и вот я всегда другим родителям говорю молитесь на них потому что брать на это неправильно dileпал написание на степени ответственности вот смотрите вы пережаете вы берете на себя ответственность этой ответственности но мы привыкли к этой степени ответственности мы уже знаем. Тяжело? То есть у вас все время, когда вы на выезде, у вас все время это держит, да? Ну это, как сказать, это, ну это профессионально. Это страшно? То есть я вот инструктор, я привык отвечать за взрослые группы, и там уровень опасности гораздо более высокий, вот, и поэтому я всегда знаю, что вот на мне висит ответственность за жизнь, здоровье всех этих. И в первую очередь это самое главное. Вот это все. И все люди, которые со мной ходят, они тоже всегда знают, взрослые, что самое главное, это безопасность. А все остальное уже. Бывали случаи у вас в походах, когда вот было прям очень сложно, страшно и на грани вот какой-то... Ну вот, ну дело в том, что у нас все-таки более простые походы, чем вот взрослые, взрослые экстремальные походы. Это же предполагает, да, такой вот, вот этот, уровень и вашей ответственности, и какого-то все равно риска у детей, другой тип дисциплины же, правильно? Я просто не на камеру вспоминать, какие бывали случаи, чего вытворяли периодически дети, вот. Ну иногда просто... Ну вот, я считаю, что я человек верующий, Господь милует. В зависимости от прегрешения, они отжимаются там от 50 до 1000 раз. Некоторые по две могут продвинуться, нагапливаться, там же, что нужно же... Ну, помимо этого, дополнительные дежурства, дополнительные какие-то вот такие, ну вот такие... Можно в продолжении, Ультина Абрамовича, одну фразу, потому что я тоже с ребятами очень часто бываю... Конечно, это не те походы, про которые сейчас говорит Ультина Абрамовича, это полевые выходы, потому что понятно, что очень много фестивалей и слетов проходит именно в полевых условиях, и каждое лето с ребятами мы выезжаем на берег Ультина Абрамовича, где, соответственно, тоже живем в палатках, готовим на костре, все прелести туристического быта нам, слава богу, знакомы. Но при этом, понятно, что если человек говорит, что я ничего не боюсь, такого не бывает. Понятно, что, конечно, страшно, конечно, вот эта ответственность от нее никуда не деться, но при всем при том, например, со своими ребятами мы всегда договариваемся о каких-то правилах. Я всегда говорю, давайте договариваться на земле. И мы стараемся эти правила не нарушать. Можно все, что... Что изобретено. Ну, конечно, 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 но если это создает угрозу жизни и здоровью, но, извините, если мы договариваемся, что, ребят, в один часов мы отбиваемся, ну, значит, мы вместе об этом договариваемся. Если вы чего-то хотите, давайте договариваемся. Мы это говорим, и мы это оговариваем. Поэтому, слава богу, каких-то вот таких эксцессов, ну, отжиманий у нас нет, конечно. Никаких. И наказание, ну, у нас не бывает наказание, я просто говорю, ну, как, я говорю, друзья мои, ну, если вы нарушаете правила, это просто нечестно. Да. Есть люди, которые... Вы знаете, когда я одному своему ребенку сказал, я говорю, ну, ты сейчас практически меня предал, я не хочу с тобой вообще разговаривать. Это было страшнее наказание. Причем я действительно тогда обиделся на этого ребенка. Вот искренне это был один из моих любимых детей, там, и так далее. Этот ребенок не спал сутки, потом извинялся. Ну, если бы ему сказал, отжимайся, это... Да нет. Нет, 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 нет. Отжимания, это... Вот если говорить, я не буду. Это же примитивные такие. Вот я не буду. Вот он говорит, я не буду отжиматься. Ну, я не буду. Я не буду. Вы понимаете, ну, конечно, это не может. Ну, мы, естественно, когда куда-то идем, мы договариваемся о каких-то правилах. И родители в курсе, и дети в курсе. Ну, иногда бывает достаточно тяжело. И непривычный быт, непривычное это, и вот эта вот дисциплина, и все это, все это. Но вот для чего-то они все-таки ходят. Я понимаю, для чего. Им хочется почувствовать себя самостоятельно. Им хочется почувствовать себя вне родителей. Чтобы они вот... И вот это их смиряет с очень многими неприятностями. Поверьте, в июне месяце, вот, особенно если он дождливый, куча комаров, куча всякой мошки, вот, сырость сплостная, целый день на воде, а потом еще... Страх, вставать, собрать, а потом еще и идти, а еще бестолковых, бестолковых, еще мокрый спальник, он плохо завернул мешок, вот. Это все не очень приятно. Но я, мы все вместе заметили, чем более сложный первый поход, тем больше людей остается, и чем более он простой, тем больше людей уходит. Да, это удивительно. Но так. А вот бывает такое, что они начинают там в итоге жаловаться родителям и говорят, что ой, нет, это все вот так вот ужасно было. И сразу еще в ту же степь вопрос, а как вы родители вообще настраиваете на то, что... То, что там будет, 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 и вполне допустимо, что какой-то процент детей, конечно, скажут, что это не их. А бывают такие дети у нас были, он остался в клубе в результате после каждого похода. Чтобы я еще раз пошел, ни за что в жизни. И вот так он пока школу не закончил, каждый год начал. Я говорю, Андрюша, ты же сказал, что он не придешь. Ну, мало ли что, я сейчас... Второй поход, пятый поход, что бы я еще раз... Нет, ну, после второго уже все. Он уже не говорил два года подряд. Да, так вот, такое бывает, и, конечно, есть дети, которым это явно нет. Но таких мне не существует. Большинству все-таки это нравится. Еще одна ремарочка по поводу выездов. Конечно же, понятно, что когда у тебя всего там одна экспедиция летняя, это гораздо меньше документов оформлять. Я это прекрасно понимаю. Слушайте, понятно, что это волокита бюрократическая еще там. Но, с другой стороны, коллектив может существовать в том числе только за счет того, что бывают такие выезды. Потому что ничто не сплачивает так, как совместная какая-то деятельность, когда ты можешь преодолевать себя, когда ты обретаешь какие-то навыки, которых у тебя не было. Слушайте, когда ты впервые в жизни готовишь на костре, и потом все вместе едят этот суп, ну, ну, это же счастье. Одно дело, когда ты, это вот того же Висборра, вот мы учим в кабинете, и другое дело, когда это в полевых условиях у костра, там, где кипятится чай. И приходит Таня Висбор от соседнего костра. Совершенно верно. Абсолютно реально от соседнего костра к нам пришла дочь Юрию. Висбор, Татьяна Висбор, вместе с нами всю неделю практически прожила на нашем костре. Конечно, именно так. Такой вопрос про... Вы участвуете в соревнованиях часто, вы успешно участвуете в соревнованиях, вы много, как бы, чемпионы всего-всего. Вот, чемпионка мира. Чемпионка мира. Это отдельно, пожалуйста, сфотографирование, и ситуация крупная, я прям даже с этого начну. Ну, правда, среди юниоров, конечно, не среди дружных. Нет, это среди улового. Екатерина, а вот что такое быть чемпионкой мира? Хороший вопрос. Слушай, я не знаю, как ответить. Хорошо, а вот у вас ощущение, когда вы поняли, что вы выиграли первое место? Мы не сразу поняли. А, не сразу? А мы когда вам сказали, какое было? Нет, мы поняли спустя, наверное, энное количество недель или месяцев, когда мы уже вернулись домой, и когда нам уже надо было начинать новый сезон, тренировки. Нет, не поняли, в смысле, осознали. Поняли они сразу, как кто-то выиграли первое место? Мы видели, как они поняли, мы фильм смотрели. Когда они финишируют и плачут, поднимают руки, и у всех слезы стекло. Минут 30 потом на берегу, с тренером валяются. Они стали чемпионки мира в драматичнейшей борьбе. Просто невероятно. С кем боролись? С чешками и бразильянками. Бразильянками, да, там еще где-то были Словаки, где-то сзади. Нет, сейчас Словачки, Словачки, Словачки и Бразильянки, да. Словачки, да, Итальянцы были, ну там много было. Ну, и мы финишировали, и все, ну там же сразу ты понимаешь, что ты выиграл, там не надо ждать результатов. И все, на берег к тренеру, и полчаса по песку мы там катались, и слеза в ступлях. Ну, и когда-то осознание пришло уже потом, когда все устаканилось, мы вернулись. А вы что? Сознание, какое было внутри, то есть, о, я чемпионка, или как? Нет, 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 нет. Ну, огромное усталость. Ну, все равно, наверное, конечно, но гордость-то все равно, ну что, ну молодец же. Ну, молодец же, все молодцы, да, ну как-то так. Радость, радость. Радость и какой-то вот. Потому что это не задаром, они год трудились, просто пасали, как бобики. Мотивация, доп. мотивация работать дальше. Ну, я думаю, что вернется, конечно. У вас тоже много наград за участие в фестивалях и так далее. Как вы относитесь к наградам? Какие награды для вас важны? Которые, а делаете ли вы, участвуете ли вы где-то для галочки? Или вот что для вас в этом важно в соревнованиях? Да, галочки, никогда я не участвую. Вот, участвуем во все, потому что, ну как, наш вид, кстати, наверное, Дмитрий Альбертович, он предполагает, чтобы люди друг с другом соревновались и смотрели. Расли, от этого уже растешь. Поэтому, когда нет соревнований, победить, ну, каждый... Конечно, хочется. Про меня, ну что? Конечно, хочется. Если я не буду побеждать, я не буду участвовать. Нет, нет. Мне уже, сейчас я не знаю, не могу сказать. Вот, а детям, конечно, хочется, естественно. Первое время ему не страшно хотелось, глаза горели, и я так все... Слушайте, а, дело в том, что понятно, что я уже давно говорю, что конкурсы, которые проводятся в жанре авторской песни, это отдельный вид спорта. В авторской песне есть вид спорта, это конкурсы, конечно, в которых надо побеждать. И понятно, что я, грубо говоря, тоже тренирую детей на конкурсы, но я всегда пытаюсь объяснить своим ученикам, что сцена и та суть, которой мы занимаемся, это абсолютно разные вещи. Ну, просто, исходя из собственного опыта, я уже знаю, как подготовить и как выиграть конкурс. Я знаю механику, я знаю технику. Ну, на самом деле, я могу сказать то же самое. Я тоже знаю подготовить детей. Это не творчество! Дело в том, что, в отличие от Дмитрия Альбертовича, которого практически все дети, которые занимаются, они выступают на соревнованиях. У нас в коллективе сейчас около 100 человек, а вот спортивная группа, она где-то 40-45 человек. Они участвуют в соревнованиях. Остальные в основном занимаются для того, чтобы ходить в походы. И для них, они спорт их не очень интересуют. Но вот они ходят в походы, вот то, что уже не на спортивном уровне, а на таком общетуристическом, как я говорю, вот они получают свой... Конечно, у нас не все дети выходят на сцену, Альбертовича, конечно, нет. И выходит, что не так много, как вам кажется. Ну, значит, тут... Конечно. Тогда все то же самое. Когда ты выезжаешь на... Вот в Чехии мы несколько раз были на международном фестивале, ну, у меня там два человека участвовало. Ну, понятно. Но дело не в этом. Дело не в этом. У меня же, когда подходят какие-то наши концерты, которые во дворце, ну, день рождения клуба, например, понятно, что я по максимуму пытаюсь дать возможность высказаться своим детям. Еще раз, потому что гитара это не самоцель, это средство выражения своих эмоций, каких-то чувств, переживаний и так далее. И посредством вот этого вот инструмента и все-таки, с моей точки зрения, хороших стихов у ребят есть возможность высказывать свои чувства, свои эмоции и так далее. Но, когда ко мне подходит ученик, говорит, вы, Горобедович, ну, я тоже хочу выйти на сцену и спеть. На что я ему говорю, слушай, ну, от того, что ты хочешь, люди не должны страдать. И это действительно очень сложно объяснить, что сцена и та суть, которой мы занимаемся, это разные вещи. Я еще раз говорю, что вот все неформальные лидеры, которые были в коллективе, в большинстве своем, они не были никакими ни лауреатами, ни там дипломантами, ни великими певцами, исполнителями. Они просто жили в этом коллективе и радовались, и получали удовольствие от совместного какого-то, от совместной деятельности, от совместного проживания. Но у вас более объективные варианты судейства, ну, потому что я сама тоже... Ну, да, да, конечно. В принципе, критериев четких нет, вот вы пришли первыми, и всем понятно, что вы пришли первыми. Но все равно, все равно большинство считает, что вот я долгое время проводил соревнования, все считали, что мы выиграем, потому что я главный судья соревнований. Потом я, я 10 лет не был главным судьями соревнований. Но ничего не изменилось, почему-то, да. Все равно почему-то считали, что все равно... А это обидно было, что вы так думаете? Виталий Альбертович, а вот у вас не объективные, может быть, вполне судейства? Абсолютно субъективные. Да, абсолютно субъективные. Вы как-то стараетесь своих учеников, ну, в обсуждении жюри, не знаю, защитить, продвинуть, сказать, нет, вот эти все плохие, а мы самые лучшие. Да, со мной сутки блога. У меня не лиха. Для вас это как бы нормально? Ну, в смысле, что... Конечно, я за своего ребенка буду биться до конца, конечно. Абсолютно нормально. Слушайте, но... Можно же потом сказать, что просто они все дураки? Ты молодец. Нет. Нет, это неправильный подход. Нет. Но вы понимаете, что в этом жанре у меня большое количество моих коллег, которых я знаю, которые меня знают, к которым я отношусь с большим уважением, которые ко мне относятся с большим уважением. Ну, то есть, например, сюда в наш дворец приезжали там Сергей Никитин, Вадим Егоров, Александр Дулов, я могу... Галина Холмчик, могу многих-многих известных, как бы, представителей жанра перечитать, которые были вот в нашем дворце, потому что они очень любят наш коллектив с большим участием, с большим удовольствием принимают участие в наших концертах. Но я еще раз хочу сказать, что конкурс это действительно вид спорта. И я все-таки... Я знаю, где катание. Но тренер же не приходит к жюри и не доказывает, что... Слушайте, я скажу по-другому. Я знаю... Нет, боже упаси, я туда... Я потом говорю все. Нет, на результат я не влияю никак. Если у меня ребенок пролетел, я не сделаю так, что он станет... Это не надо. Просто потом... Нет, потом, естественно, я подойду к членам жюри и задам вопрос, почему. Естественно, я могу это сделать, но... Пользуясь связями. Да, но на результат это никак не влияет. Абсолютно никак не влияет. Более того, зная меня, моих учеников судят гораздо строже. Вот это действительно так. Это действительно так. Более того, в нашем жанре, если, например, у меня... Вот мой ученик в прошлом году стал лауреатом, например, детского московского конкурса, и в этом году он тоже участвует, его будут не сравнивать не с тем уровнем, который в этом году, а с самим собой. И если он остался на том же уровне, он не станет лауреатом. То есть там очень много при всем при том критериев, и в большинстве своем это члены жюри, которые тоже знают и видят этих детей и участников из года в год. Вот. Но все-таки, как правило, конечно, я соглашаюсь с теми результатами, которые бывают, и в большинстве случаев они меня очень устраивают. Ну, они просто заранее уже знают, что он не третит, что подойдет и боятся. Мы лучше сразу же дадим гран-при, чтобы потом не было мучительства. Но опять же, вы же понимаете, что потом будет гала-концерт. И кто есть ху, там же видно. Это там уже гамморский счет, там есть зритель, которого ты не обманешь. Если выходит лауреат и показывает уровень, ну, мне это зачем? Вот, нет. У нас же даже не один вид спорта. У нас есть такой спортивный туризм, в котором мы участвуем. Но мы параллельно освоили такой вид спорта, как рафтинг. Он просто чистый спорт, непрофессиональный, правда. Люди, занимающиеся в нем, в общем, люди в основном непрофессионалы. Он не олимпийский. Но вот эти наши успехи, которые связаны с международными соревнованиями, они связаны с этим видом спорта. И далеко не все этим занимаются. Я говорю, что, ну, рафтингов занимается, ну, там, восьмая часть коллективов к этому имеет отношение. Поэтому нельзя сказать, что все-таки мы стараемся здесь. У нас же есть разные направления просто, деятельности. как бы дети совмещают сразу несколько или у вас как бы по-разному направлению? по-разному. Вот Нин Сергеевна занимается, например, краеведневной и всякими краеведческими олимпиадами и всем тем. У нее есть группа такая, человек 8-10, которыми она оперирует. Они иногда и у нас участвуют. А, ну, то есть они совмещают? Конечно. А успевают? Ну, их больше интересует это. Почему? Не обязательно больше. А у меня и спортсмены есть. Аня Матвеева, да, что? Есть и спортсмены. Она и там первая, и у меня первая. Ну, и вот такой еще вопрос, наверное, последний. А как бы вы охарактеризовали с... Неправильно. Как вам кажется, чем ваш коллектив отличается от других? Вот на каком-то, может быть... Характером деятельности. Да, на какой-то, не видом деятельности, а вот каким-то характером своим, как-то, может быть. Не сравнивая, вот как бы вы про свой коллектив сказали? Наш коллектив, вот он, такой-то. Работает. Ну, это основное. Живет. Я вспомнил фразу, которую я с детства очень люблю. Еще на стенах ребенку написал «Beatles forever». Вот, мне кажется, КСП надежду forever. так, шесть. Да, кварти Garth